Лето, июнь, жара – это хорошее время для пополнения запаса витаминов, в том числе и на зиму. Именно поэтому центральный рынок с разнообразием фруктов и овощей был и остается местом, куда спешат за покупками. Сегодня наибольшей популярностью брещан пользуется царица лета. У нее яркий цвет и душистый аромат, который мы помним еще с детства. Речь идет о первой летней ягоде – клубнике, которую не так тяжело найти сегодня на Брестском центральном рынке. Но вот прежде чем такая красота попадет на прилавок, клубника подвергается обязательной санитарной проверке. Все манипуляции по выявлению тех или иных вредных веществ в первой летней ягоде проводят специалисты лаборатории ветеринарной санитарной экспертизы. Вес, свет и радиометрический контроль – все эти данные записываются в специальный документ. Если результат исследования положительный, тогда продавец смело может продавать ягоды. Первая у нас ягода – это клубника. Вкусная, сладкая, но, естественно, ее нужно проверять, прежде чем покупать и продавать. Клубнику мы проверяем по органолептическим показателям и на радиацию. Клубнику мы проверяем на радиацию раз в месяц. Примерно нужно приносить где-то килограмм. Радиацию мы отбираем. Органолептика уже делается каждый раз, как они приходят. И отбираем уже меньше, там, 100 грамм. Норма для клубники по радиации – 70 бекирель на килограмм. Пока у нас клубника вся проходит, входит в норму. Пока мы не запроковывали. Обычно это лесные ягоды, там идет клюква или черника. Продавцы постарались сделать так, чтобы каждый покупатель имел шанс выбрать то, что ему по душе. На прилавках от совсем маленьких до довольно крупных сортов. Но не это главное, уверяют опытные садоводы. Марина Галуза – продавец с большим клубничным стажем. Женщина выращивает эту ароматную ягоду на своем участке десятки лет и, как правило, излишки старается продать. Бережно перебирая и раскладывая крупные экземпляры, Марина признается, что в этом году урожай клубники выдался на славу. Но без любви, заботы и труда ничего бы не вышло. Марина Галуза – это тяжело, потому что жара и прополки, и полива. Полив – это самое главное, потому что нас сушат, видите, какая жара у нас. У нас же аномальных такого не бывает, чтобы было все нормально всегда. А у нас как-то… Сейчас люди берут просто для себя. Но берут много, да. Я не говорю, что мало, очень много людей берут. У нас ягода вся посажена в грунте. Мы ее садим два года каждый. Чтобы была свежая такая красивая ягода. Вот с вами видите, какая ягода. Как вам сказать? Занимаемся семьей. Дети, четверо детей у нас. Мы с мужем, вся семья работает. Сложного ничего нет. Главное – труд. Все. Желание и больше ничего не надо. Сегодня выбор первой ягоды на Брестском центральном рынке достаточно широк. На любой вкус и кошелек. Клубника представлена и фермерами, и опытными садоводами-любителями. Цена, доступная – килограмм душистой ягоды, стоит от 8 до 15 рублей. Конечно, можно подождать недельку-другую, когда клубничный сезон будет в самом разгаре. Тогда товар значительно подешевеет. Клубники-то в любом случае хочется всегда вкусненько покушать. Но цены здесь разные, конечно. Можно найти каждый на своего любителя. Кто-то хочет вкусную, красивую, большую, по 10. Кто-то можно найти подешевле немножко, по 5. Ну, цены, может быть, немножко кусаются, но это тяжелый труд в любом случае. Это вырастить, чтобы она была вкусная, сладкая, чистая, опрятная. Поэтому, ну, каждый ценит свой труд по-своему. Вы довольны цены? Ну, конечно, хотелось бы меньше, но что делать? Я всегда здесь пикетирую. То есть вы довольны клубники, довольны качеством? Довольны. Помимо клубники, изобилие овощей и зелени для сторонников здоровой и полезной еды – это вкуснейший бум. Можно запастись всем необходимым на целую неделю, а то и впрок. Поэтому на всем известной колхозке людей всегда много. И пожилые брещане и молодежь стоят в очереди за помидорами и огурцами, покупают капусту и молодой картофель. К примеру, цена молодого картофеля на сегодня варьируется на рынке от 3 до 4 рублей 20 копеек, в зависимости от сорта. От 2 до 3 чаще всего просят за хрустящую капусту и сладкую морковь. Томаты и огурцы от 3,5 рублей до 6. Зелень от 50 копеек за пучок. Первый свежести, всегда свежий. Каждый день подбор у нас происходит с утра. Подобрали и сразу на рынок. Через полчаса на прилавках товар лежит. Доставка очень быстро работает. Всё расходится, всё разбирается. Очень качественный товар, поэтому всё уходит на ура. Собственно, ручь на выращенные фрукты и овощи – это бесспорно вкусно и полезно. А главное – натурально. И сегодня, несмотря на огромную конкуренцию со стороны различных гипермаркетов, рынок для брещан остаётся номер один. У меня цены относительно и устраивают, и нет. Они немножко, может быть, завышены, чем в магазине. Но, допустим, несколько лет я покупаю вот тут, что-то первые необходимости, допустим, в этой женщине. Огурцы там, там, там. Потому что я знаю, что они как-то отвечают за качество своего товара. На рынке всё равно больше выбор по качеству. Потому что у кого-то большие, у кого-то маленькие. Где-то сладкие, где-то такие немножко, знаете, как терпкие. И ты можешь прийти на рынок и выбрать то, что ты знаешь. Там тех продавцов, которых ты знаешь. А на рынке всё равно… А в магазинах всё равно оно как-то… Ну, вы знаете, ну, Березтье. Либо, может, какая-нибудь Турция иногда или что-нибудь такое. Поэтому, ну, ты берёшь уже то, что там есть. Здесь выбор. И, кажется, здесь вкуснее. Лето продолжается. А это значит, что в рядах овощей и фруктов ещё бесспорно будет пополнение.